МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ и ее ведущий Сергей Волков. Гость нашей сегодняшней программы, заслуженный мастер спорта, чемпионка паралимпийских игр Николь Радамакина. Здравствуй, Николь! Здравствуйте! Николь Радамакина, заслуженный мастер спорта по легкоатлетике. Родилась 14 февраля 1993 года в Чапаевске с рожденной патологией правого предклечья. Легкоатлетикой стала заниматься в 2005 году. Дюж-старт у тренера Владимира Спирина. Через три года установила рекорд России среди спортсменов с патологией опорно-двигательного аппарата. Беги на 100 и 200 метров. 15 лет дебютировала на паралимпийских играх в Пекине. Беги на 100 и 200 метров. Шестикратная чемпионка мира. Четырехкратный серебряный призер чемпионатов мира в беге на 100, 200 метров и в прыжках в длину среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Чемпионка паралимпийских игр в Лондоне в прыжках в длину. Серебряный призер паралимпиады в беге на 100 метров. 14-кратная чемпионка России в беге на 100-200 метров и в прыжках в длину среди лиц с ограниченными физическими возможностями. Награждена Орденом Дружбы, лауреат премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Учится в магистратуре факультета психологии Самарского университета. Посол Самары, города-организатора чемпионата мира по футболу 2018. Николь, твои родители большие романтики. Почему все-таки, расскажи, они назвали тебя Николь? Для Чапаевска и вообще для людей, не знающих тебя, мне кажется, это что-то такое действительно очень романтичное. Такое имя дал мне папа, я до сих пор гадаю почему, но говорят, что ему очень нравилась актриса Николь Кидман, и он решил вот такое имя дать мне в честь ее. Скажи, а вот как воспринимают это имя здесь вот в родном Чапаевске и вообще вот окружение твое? Ну, мне кажется, сейчас такое время, когда уже ничем не удивишь людей, я знаю, имена намного экзотичнее, даже в нашем Чапаевске. Поэтому, ну, некоторые делают комплимент, что очень красивое имя, и самый частый вопрос, почему Николь? Ну, ты представляешь, какой фурор устроила в Пекине, когда в 15 лет попала на Паралимпийские игры, и когда приехала девчонка из России, а зовут ее Николь? Для иностранцев это неудивительно. Как бы, мне кажется, они ожидают от русских всего чего угодно. Расскажи, пожалуйста, а как так получилось, что действительно вдруг малоизвестная прыгунья, бегунья из захолустного Чапаевска вдруг оказалась на Паралимпийских играх? Не сказала бы, что мой город захолустный. Во-первых, считаю свой город хорошим, спортивным. А получилось? Ну, не знаю, почему так. Наверное, благодаря моим родителям, которые положили в меня очень много и привели меня к всему этому. Это правда, что они тоже поклонники королевы спорта и, в общем-то, неплохие в прошлом атлеты были? Да, они бывшие спортсмены. Тренировались тоже у Владимира Степановича. В Пирина. Да, поэтому это у нас семейная. У твоего нынешнего тренера? Да, да, у моего тренера. И сейчас сестра маленькая тоже пришла сюда же. Поэтому, наверное, это у нас вот как семейная традиция, такое поколение у нас такое. А ее нет здесь вот в этом зале? Нет, они в другое время тренируются. А каких успехов добились у твоих родителей, когда занимались люкотлетиками? Это, наверное, лучше спросить у моего тренера. Родители не часто делятся. Но тренер говорит то, что иногда сравнивает меня с ними. И говорит то, что вот мать твоя, и вот ты, а мать твоя. Как бы, ну, я думаю, что неплохих, но родители не часто со мной делятся. Хотя я видела там старые шиповки папы, которые он до сих пор хранит, значки, дипломы мамы, которые они тоже бережно хранят. Но, как бы, чаще мы наблюдаем мои дипломы, чем их. То есть твоя судьба была предрешена? Скорее всего, да. То есть родители сразу хотели видеть тебя поклонницей королевы спорта? Я долго противилась. Наверное, какой-то такой возраст был, когда хоть что, только не это. Занималась волейболом, фейквондо, пела в поле. Такая вот у меня натура. Мне нужно то, что нельзя. И когда ты приняла решение о том, что нужно все-таки всерьез заняться лёгкой отельской? Я не принимала решение, меня привели. То есть папа с мамой приняли? Да, меня привели. На семейном совете? Ни на каком семейном совете, просто в очередной раз я пришла со школы, мне сказали, собирайся, пойдем на стадион. И ты пришла на стадион Луч, города Чупаевска. Мне, скорее всего, сказали, что если ты сейчас не пойдешь на стадион, то там не пойдешь гулять. Владимир Степанович, так получилось, что вы личный тренер целой династии семьи Радамакина? Ну, так получилось, да. И, наверное, нет предела. Видимо, следует ожидать, что появятся новые последователи, наследники королевы спорта. Появятся, наверное. Трудно быть тренером паралимпийских чемпионов. Ну... Вообще-то есть какие-то отличия? Ну, конечно, есть отличия в методике подготовки. Адаптивная физкультура, она требует другого подхода, не как с обычным спортсменом, потому что даже по научной точке зрения у человека травмирована, если нога, рука, то происходит метаболический процесс по-другому, и они сказываются, могут сказаться и на желудок, потом болеть, если я понимаешь. Поэтому приходится это все учитывать. Подготовки тренировочного процесса. И порой, значит, конечно, направленность соблюдаю, методику, которая разработана, но с учетом подхода, значит, к адаптивной физкультуре. Николь как бы пришла не то, что вот мы как инвалиды, а как вот... Обычный рядовой, здоровый спортсмен. Да, как рядовой, здоровый спортсмен. И она добилась успехов и среди здоровых. Она же победила на 60 метров среди учащихся, Россию выиграла. Четвертая была на России среди юниоров, в прыжках в длину, значит, с результатом 5,89 в Волгограде. То есть она выступала наравне и со здоровыми. Все ведь еще связано. У людей класса у одного нет ноги, он не может со здоровыми соревноваться, или там ДЦП, никак он не может. Зависит, какое нарушение, значит, это поражение опорно-двигатель аппарата. А может быть, связано с тем, что просто мы начали уделять много внимания вот инвалидам, инвалидному спорту. И вы подхватили это как бы новое течение, новое течение вот этого? Конечно, подхватили. В 2007 году я, еще будучи директором спортивной школы Старп, значит, Николь занималась у меня с Мариной Ивановой и Остриковой в группе. Я Марину Ивановну говорю, езжай на Россию, я тебя пошлю на Россию, послал ее на Россию, и Николь там успешно выиграет 60 и 200 метров на зиме. И с этого, собственно, и пошло? И с этого, и пошло, да, пошло. И она уже, ее включили в сборную, команду страны. В 2008 году уже на паралимпийских играх в Пекине выступала, там 5-6 место заняла. был бег. Но в 2009 году я уже начал ее учить прыжкам в длину. Уже целенаправленно готовить? Да, готовить. Потому что, смотрю, человек ритмичный, то есть обладает определенным, значит, внутренним потенциалом. И я начал обучать длину. И пошла длина, да, пошла длина. Когда-то первый раз очутилась за границей. Это был Пекин? Это были паралимпийские игры? Первый раз за границей я оказалась в Японии, в городе Токио. Это сразу случилось после чемпионата России, на котором я первый раз выиграла. Меня заметил старший тренер, и буквально через 2 месяца я поехала в Японию на заграничный старт, чтобы получить классификацию. Опять же, чтобы хоть немножечко познакомиться с командой, потому что до этого даже не знала, что существует такое движение, как паралимпийское. А как обратили на тебя внимание? На соревнованиях? Да. Или вообще? Вообще об этом узнала моя. Ты приехала и всех победила сразу? А паралимпийском движении вообще... Нет, я имею в виду, как тебя заметили, позвали в сборную России. Ну да, я как бы достаточно жесткая конкуренция была, тогда на спринте среди девочек. Ну и я смогла выиграть. А прыгать потом уже начала, да, в длину? Ну, прыжками я занимаюсь не так давно все-таки, как бы, относительно спринта. На прыжки меня перевел мой тренер, которого, наверное, главный любимый вид спорта прыжки. И тоже я почему-то даже не верила в то, что у меня что-то будет получаться. Я считала, что это не мой вид, так как очень привыкла к спринту. И все-таки считаю, что моя фигура, эти усложения больше подходят к спринту. Но тренер решил по-другому. И так же, как и мои родители, я начала прыгать. И ты приехала на первое свое международное соревнование в Японию. Вот здесь глаза у тебя разбежались. И конфеты, и мороженое, и всего-всего навалом. Не то, что, наверное, в России, да? Ну да, конечно, совсем другая страна. Совсем, ну, вообще все по-другому. Тем более, до этого я никогда не была за границей. Это, можно сказать, вообще мой первый выезд. В 15 лет? Да, я выиграла 100 метров и 200 метров. После этого уже у старшего тренера не оставалось сомнений, что нужно мной заниматься и продвигать меня дальше. Тут уже незагораем был Пекин. Ну и я, наверное, с этого момента как-то тоже осознала, что я делаю и для чего. И поняла то, что да, это мое. Я хочу дальше двигаться в этом направлении. На своей первой паралимпиаде в Пекине ты выступила, ну, по нынешним уже меркам, не совсем удачно. Далеко оказалась от пьедестала, хотя в принятии результаты были. Конкуренция в Пекине была несложная и не сильная. Просто, опять же-таки, из-за возраста, из-за того, что это все-таки первые такие соревнования были, я не справилась. Да, это чисто психологически. Просто с моим результатом я могла оказаться в тройке. С результатом, который побежала буквально месяц назад. Просто перенервничала. Опять же-таки, возраст. Вот там я вышла, да, вот с этими глазами. Не понимала вообще, что происходит вокруг меня. Столько народа никогда в жизни не видела. И, наверное, я все-таки перенервничала, поэтому вот не получилось. И вот, учитывая свои ошибки подготовки к ответственным стартам, ты поэтому поступила на психологический факультет Самарского университета? Это было до Паралимпиады в Лондоне в 2012 году? Ну, поступила, мне кажется, не из-за этого. Просто мне изначально, наверное, была интересна психология. И очень интересно было совмещение это со спортом. И двигаюсь сейчас в этом направлении, что изучаю спортивную психологию. Мне по-настоящему это интересно. И думаю, что в дальнейшем возможно то, что будут заниматься эти. Ну, теперь понятно, почему ты стала чемпионкой Паралимпиады. Ты приехала, ты уже как бы психологически и физически уже более готовая, да, в Лондон? Да, и психологически, опять же-таки, это самое важное, что я уже видела то, что там происходит. И уже было больше опыта в плане соревнований. И, конечно, уже там чувствовала себя намного свободнее. И увереннее. И увереннее. И ты уже не боялась своих соперниц, которые уже, в принципе, знала уже по международным стартам, да? Да, конечно. И я так понимаю, что в Лондон ты уже поехала уже после побед уже и на чемпионате мира, да? И, в общем-то, ты знала силу соперниц и знала, что ты можешь побороться уже за высшие награды. Ну да, да. Ну, тогда расскажи все-таки, что стало главным в твоей золотой победе в прыжках в длину в Лондоне. Ты же только в шестой попытке добилась высшего результата? Нет. Нет? А как это случилось? Прыгнула я в третьей попытке на победный результат. И после третьей попытки мой результат держался. Просто шестая попытка была более дальней, как бы более хорошей, более техничной, потому что я прыгала уже на правах победительницы. Заставила хлопать себе весь Лондон, который находился на трибунах всех болельщиков. Я оставалась на стадионе одна, как бы все виды закончились, и только сектор в длину как бы работал, проводил соревнования. И, наверное, опять же-таки на вот этом кураже я подвернула ногу на план. Как раз... Я заступила. Ты заступила, да? А могла бы показать более высокий результат. Это правда, что твои эмоции были настолько уже выхолощены, что когда-то бежала 100 метров, не могла толком собраться и уступила своей главной сопернице. Кстати, кто она? Кубинка, Кастельо и Энидис, многократная паралимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. И я не могу сказать, что как-то мои эмоции погаслили, что просто нужно реально рассчитывать свои силы. То есть ты была слабее? Так, объективно слабее. Да, я слабее, чем она была. И это... и ты по этому поводу не рыдала и не плакала? Нет, конечно, это было все предсказуемо. И вот это второе место, как бы я была им очень рада. Очень рада, на самом деле, потому что спринт – это все-таки королевская дистанция. И изначально вообще, когда думала об паралимпийских играх, мне всегда хотелось попасть в тройку именно на этой дистанции, на 100 метров. Вот я теперь представляю, да, как ты приехала из Лондона с двумя медалями – золотой и серебряной, и весь Чапайс тебе носил на руках. Ну, на руках меня никто не носил. Как бы, да, была небольшая такая вот какая-то, не знаю, как это назвать, где-то буря вокруг меня. Эйфория, эйфория. У меня не было эйфории. У всех не было. Мне кажется, у всех она была, кроме меня. Потому что я приехала, меня затаскали на всякие разные мероприятия, от которых, честно говоря, даже до сих пор я не понимаю ни в смысле всех мероприятий. В некотором мероприятии я шла и не понимала, для чего я туда иду. Мне кажется, что меня сували везде, куда только можно было сунуться. Но у меня были свои какие-то дела. Мне, во-первых, нужно было закрывать сессию, потому что я очень много всего пропустила. Я безумно соскучилась по родным, по друзьям, по знакомым. Тут ко мне уже совсем в скором времени переехал мой нынешний муж. То есть я как бы была немножечко отвлечена от этого всего. Я занималась больше, наверное, собой, своими семейными какими-то делами. А то, что было вокруг меня, как это оставалось, вот именно вокруг меня. Оно не входило в зону моего личного комфорта. Ну и, конечно, посыпалась масса предложений о том, чтобы покинуть Чапаевск и переехать в более приличные города. Ну, начиная от Самары и кончая, наверное, другими городами. Ну, предложения были заранее. Как предложений было очень много, и они начались буквально с 14 лет. Я же выступаю помимо паралимпийского движения. Я выступала в обычном. И сейчас, надеюсь, что тоже буду выступать, продолжать. Как обычный здоровый человек. Да, на обычных соревнованиях меня тоже замечали, очень часто приглашали и видели во мне большой потенциал. Твой результат 5.63 на Паралимпиаде в Лондоне, ведь не лучший твой результат. Ты прыгала и дальше. Да. Какой у тебя лучший? 5.96. 5.96. На соревнованиях. На соревнованиях. Это рекорд? Нет, паралимпийский мой рекорд России стоит. На России я прыгала 5.92 или 89, не помню точно. Ну, это мой рекорд России. Вот. Мировой рекорд 6.01. До него я пока не допрыгала. Ну, в принципе, ты готова соревноваться с обычными здоровыми атлетами? Да, и мне очень нравится. Я очень люблю ездить на соревнования, но на обычные. Вот там, на самом деле, чувствую какую-то вот эту вот... Не то, что... Кураж? Да, там мне интереснее иногда бывает. То, что я... Там другие результаты, понятно дело. И то, что я вижу, к чему нужно стремиться. Вижу немножечко все более в техничном плане. И... Ну да, иногда мне бывает намного комфортнее выступать на обычных соревнованиях, чем на паралимпийских. То есть, в принципе, вот эта история с Рио, о том, что паралимпийцы России не участвовали на паралимпиаде в Бразилии, она как-то так здорово тебя и не задела. Ну, как не задела. Или я ошибаюсь? Или я ошибаюсь? То есть, у тебя есть как бы есть выбор еще вот участвовать в обычных соревнованиях? Ну, выбор-то у меня есть, но будущее, где у меня есть, как бы, это опять же таки то, что в паралимпийском движении я лидер. А здесь пока, ну, мне немножечко не дотягиваю. Я выигрывала 17 лет первенства России среди здоровых. Это самое большое достижение мое в здоровом спорте. Как бы и тогда, мне кажется, меня прорвало. Я выступала на свой день рождения. Поэтому, наверное, так все получилось. Ну, насчет ситуации с Рио, это задело всех. Мне кажется, не только меня. Просто для нас это была большая неожиданность. И, конечно, очень сильно обидно. До сих пор, можно сказать, обидно то, что мы упустили такую возможность. Наверное, цель каждого спортсмена. И, конечно, я тоже очень хотела поехать на свои третьи паралимпийские игры. Я реально видела шанс занять место. И когда этот шанс отняли, конечно, обидно. Ты, конечно же, планировала свои результаты, которые ты могла бы показать в Рио. Вот прыжка к длину этот результат примерно в каком районе должен быть? Того, кто прыгнул сейчас, сравнить результаты? Нет, я имею в виду, что если бы ты поехала, ты на какой результат рассчитывала? Я не могу сказать результат. Но могу сравнить свои результаты с результатами, которые показали в Рио. И я уверена, что я была в трое. Победительница, которая оказалась в Рио, она не перепрыгнула мой результат, который я показала в Лондоне. Поэтому, конечно, был шанс. Шанс был очень хороший. Твои эмоции, когда ты узнал о том, что сборная не едет на Паралимпиаду? И где это случилось? Мы были на сборах в Новогорске. Только пришли с тренировки, включили телевизор. И вот телевизору сказали, что все-таки паралимпийцев не допускают к играм. Какое ощущение было? До этого столько было шумихи по этому поводу. Поэтому ощущение предсказуемое. Когда заранее уже идут эти разговоры, и когда ты видишь ситуацию... Мы же находились вместе с обычными атлетами на сборах. Когда ты видишь, как поступили с легкоатлетами, которые должны были ехать на Олимпиаду. Я была уже к этому готова. Вообще, насколько это все было грустно, когда узнали, что не поедете в Рио? Для меня, конечно, это было не так грустно. Потому что я в команду не отобрался по состоянию здоровья. Вот, недавно сделал операцию. Ну, конечно, за жену и за всех ребят было обидно. Потому что люди готовились целых 4 года. А кто-то и всю жизнь вкладывал в эту поездку. Рассчитывал кто-то на победу, кто-то просто попасть. Хотя бы первый раз посмотреть, что это за уровень соревнований. Ну, мне как бы это легче все перенеслось. Так как я не отобрался, я уже говорил. Ну, ребятам нервы помотали хорошо. Вы здорово расстроились, что 4 предолимпийских года прошли напрасно. Впустую. Конечно, расстроились. Когда вот это объявили, какие там слезы были у людей, особенно в сборной команде. Да нет, у ребят таких и молодых, которые от этого чего-то ждали. Они ждали, что, ну, знаете, многие же, вот, ДЦП, которые в команде, они, можно сказать, и родителями-то брошенные. Ну, они бы за счет этого квартиры себе купили и все. И для них это было ужасно. Ну, и, соответственно... То есть люди потеряли деньги. Потеряли деньги и немалые деньги. Да, да, да. И немалые деньги. Соответственно, конечно, это был колоссальный удар. Нам как-то, значит, вначале не верилось. У тебя не было желания закончить со спортом, просто обидеться на все? Нет, конечно. Наоборот, захотелось доказать. Захотелось показать себе. Даже не то, что там оправдать себя как-то или еще что-то, а просто показать то, что... Во-первых, то, что мы чисты и то, что мы не заслужили этого, того, что на нас говорят. И, во-вторых, опять же-таки показать свои результаты. Результаты даже не мои, а всей команды. То есть, ну, хочется доказать. Решение получилось чисто политическое, несправедливое, чисто политическое. Ну да. И как отнеслись, кстати, вот к этому, к этой ситуации, вот твои знакомые из-за рубежа, твои соперники? Очень много радовались. Они как-то вообще общались между собой? Очень много были рады, выкладывали. Выкладывали в социальные сети посты о том, как хорошо, что Россия не едет. Многие ликовали по этому поводу. Во-первых, наши места раздали спортсменам, которые не отобрались. То есть, наши квоты были розданы. Не получили параолимпийские лица. Да. Во-первых, это. Во-вторых, конечно, конкуренция снизилась практически до нуля. Ну и как, с каким настроением ты начинаешь новое олимпийское, параолимпийское четырехлетие? С хорошим. В принципе, я не заканчивала вообще еще ничего. У меня был совсем короткий отдых. Мы приступили к новому сезону. Пока просто непонятно, к чему готовимся, потому что до сих пор находимся в шатком положении. Не знаем, к чему готовиться. Не знаем, допустят нас или нет. Нет, критерии выдвинули совсем недавно. Наш параолимпийский комитет пока их рассматривает. То есть, ну, пока находимся в полной неизвестности. Ну, а в российском календаре какие ближайшие старты? Что ожидает в новом году? В феврале будет чемпионат России. В закрытых помещениях? Да. Я планирую выступить на нескольких турнирах в Самаре. Я очень люблю выступать в Самарском манеже. Какие планы строите на следующие четырехлетия? На четырехлетие, конечно, ну, в первую очередь за шесть метров, чтобы прыгалась. Я думаю, это будет, да. Она готова? Да, функционально готова. Вот у нас не получилось в прошлом году травма, была сильнейшая, значит. Вот восстанавливались целый год. Но все равно в этом году уже подошла к этому. И вот на этих, на всероссийских, которые были, значит, она прыгала там. Альтернативно, как называют. Ну, нет, они не альтернативные. Они, можно сказать, мастер-класс. Мастер-класс. Вот, да. И она там по шесть метров прыгала, но застук, застук. Это ее беда, да? Ну, беда, она была в чем? Потому что мы из-за травмы не бегали с полного разбега. Не бегали. По разбегу мы не бегали. Мы делали с небольшого разбега прыжки и всевозможные там эти. То есть береглись. Ну, и немножечко, конечно, там и погода была плохая. Ну, и уже настрой, я бы сказал, не тот. То, чтобы, если бы, конечно, будучи на Паралимпийских играх, наверное, совершенно другой там настрой было. И, наверное, бы попало и сумело бы даже второй раз выиграть. Можно теперь назвать Чапаевск паралимпийской столицей Самарской губернии? Можно. Потому что, вот смотрите, у нас два паралимпийских чемпиона, да? Чемпион России, призер России есть. Вы верите в то, что она через четыре года может повторить свой лондонский успех? Верю. Сто процентов верю. Если все нормально, все пройдет, то она будет далеко прыгать. За шесть метров будет летать. А за шесть метров это спорт высших достижений, можно сказать. Это у ней в паралимпийском движении, да? Вы лучше всех знаете вот характер своей ученицы. Не уедет она из Чапаевска? Из Чапаевска? Да нет, не уедет. Не сманит ее? Нет, не сманит. Как там об этом? Нам и здесь хорошо. Ну вот, откровенно говоря, ты знаешь, благодаря твоим громким успехам в паралимпийском движении, вот появился этот замечательный такой ангар, легкоатлетический. Я даже не знаю, как правильно его назвать, но место, где теперь хоть в зимнее время можно как-то заниматься. Да, мы очень благодарны, что нам его сделали. Нам его очень не хватало. И вот прям это то, что нужно было. Немножко, может быть, габариты не очень велики. Хотелось бы, конечно, побольше, как всегда, да? Мне хватает. Тебе хватает? Да, мне самое главное, что есть прыжковая яма. Да, я вот тоже смотрю на эту прыжковую яму, честно говоря, и думаю, вот действительно, вот, пожалуйста, ребята, смотрите, вот эти условия, в таких условиях тренируются люди, которым рукоплечет вся планета. Можно было показывать наши предыдущие вот эти вот условия, когда мы тренировались в обычном, не знаю, как назвать, в обычном деревянном зале, стелили маты, ставили подножку и вот с него прыгали в маты в стену. Вот это вот я понимаю условия. А сейчас я считаю, что у нас очень хорошие условия для тренировок. В этих условиях подготовка будет более качественной, чем вот в предыдущие годы? Конечно, конечно. Сейчас, во-первых, у нас есть резиновое покрытие, в котором мы можем бегать, в шипах, то же самое подбирать. То есть вот на этом покрытии можно бегать в шипах? Да, мы подбираем разбег. То есть, опять же-таки, есть яма, которой у нас раньше не было. Для меня это очень комфортное условие. То есть, ребята, смотрите, вот именно в таких, может быть, не самых таких суперсовременных условиях, но, оказывается, можно добиваться успеха. Уютно, комфортно и компактно. Вот прям по-моему. Мне, наверное, было бы тяжело тренироваться в манежах, в таких, потому что к этому не привыкла. Как бы всегда находимся в каких-то залах маленьких, чего-то такое вот. Стадиончик скромненький. Раньше был зал скромненький. Сейчас для меня это вообще прям вот замечательное условие. Для себя ты определилась, сколько еще примерно ты будешь заниматься легкоатлетикой? Нет, не определилась. Как получится. Недавно произошло большое событие в твоей жизни, собственно, с чем мы тебя и поздравляем. Ты стала послом чемпионата мира по футболу 2018 года от Самары. Насколько неожиданно это было для тебя? Для нас это точно было неожиданно. Для меня это тоже было очень неожиданно. Я была в МТЛ-арене на объявлении, когда наш город выбрали. Город, который будет представлять, проводить чемпионат мира. Тогда я даже об этом подумать не могла. Но, честно, тайну очень хотела. Потому что для меня по-настоящему это событие какое-то важное, грандиозное. И быть причастной к нему очень важно. Я очень рада и буду стараться делать все, чтобы не подвести. Ты очень любишь футбол? Я хорошо к нему отношусь. Люблю я легкую атлетику. А футбол, да, это красивый вид спорта, я считаю. Считаю, что интересный вид спорта. Я смотрю некоторые чемпионаты. Такие, как Евро, чемпионат мира, болею. Сама-то не пробовала никогда играть в футбол? Ну, так. Наверное, пробовала. Мне кажется, я все пробовала. Футбол, наверное, не исключение, да. Особенно пляжный. Как отнесся к тому, что ее выбрали послом чемпионата мира по футболу 2018? Да, отнесся довольно спокойно. Потому что ее постоянно куда-то выбирают. Она очень деятельная и серьезно так относится ко всем должностям, которые на нее возлагают. Ну, будет послом. Будет послом. Ну, я уже привык к тому, что она постоянно участвует в каких-то мероприятиях. Меня постоянно с собой тянет. Ты-то как к футболу относишься? Я к футболу? К футболу никак не отношусь. Ну, могу попинать мячик. Интересно, конечно. И люблю смотреть чемпионаты мира, евро. У тебя есть, во-первых, есть свободное время? А если есть, то чем ты занимаешься? Кроме, естественно, магистратуры психологического факультета. Свободного времени, мне кажется, у меня нет вообще. Я постоянно чем-то занята. Ну, когда удается выкроить час-два, занимаюсь с семьей, провожу время с родителями, с мужем. Это правда, что самые красивые девушки живут в Самаре? Это истинная правда. Самые красивые девушки живут в Самаре. Самая красивая девушка – это моя жена. Как же она заманила тебя, сибиряка коренного, сюда, на берега Волги? Когда встал вопрос о том, что будем делать дальше уже после Паралимпиады. К Лондоне? Выиграли, да. Я решил, что мне нужно переехать, потому что мне это будет проще. Уже очень давно с Николь общались. И постоянные вот эти разъезды, то, что она здесь, я в Омске. Тяжело, конечно, переживаются эти моменты. Я решил, что нужно переехать. Он изначально знал, что я никуда не уеду, он знал, что я привязана к своему городу, безумно привязана. Поэтому у него не было выхода. Хорошо, я выйду завтра, что ты переезжаешь в Чапайск. Это было очень спонтанно все произошло, то, что он переехал. Я не думала, что так все быстро получится, он просто собрался и приехал. То есть теперь у нас в Чапайске два пара олимпийских чемпионов. Да. Когда мы его увидим толкающим, бросающим, метающим на спортивной арене? У него совсем недавно операцию, сейчас прошел уже реабилитацию, и вот сейчас приступил к тренировкам. Он также поедет со мной в феврале на чемпионат России. Я думаю, что там уже покажет свои первые результаты вот после этого сложного периода. То есть у вас все складывается довольно удачно. Ты довольна, как развиваются события, и, конечно же, и мы тебе желаем, чтобы все у тебя сложилось. А теперь я предлагаю все-таки, чтобы люди посмотрели, как ты любишь футбол, все-таки попробовать показать свое искусство владения мячом футбольным. Вот у меня в руках футбольный мяч. Кое-как нашли в вашей тренерской. Предлагаю тебе понабивать. Вот сколько попробуешь, набей, пожалуйста. Достаточно, я устал. Очень неплохо получил с мячом. Что-то прям не очень я сегодня. Ну, стоит потренироваться. У тебя еще впереди еще почти два года. Ну, полтора-то точно есть. Я потеряла вот эти навыки. Чемпионата мира по футболу. Тем более, посол. Что ты ждешь от чемпионата мира по футболу, который будет проходить у нас в Самаре? Я жду большого спортивного праздника. Хочу ощутить вот эту атмосферу в своем городе не где-то, а именно вот в Самаре. Вот эту спортивную, вот эту вот дружную команду, которая будет вот идти вся к одной цели, вот к проведению чемпионата мира. Для меня на самом деле это важно. Я очень долго ждала того, что пройдет какой-то значимый турнир в нашем городе. И, честно говоря, очень жду. Ну что ж, спасибо тебе за этот разговор. Это была Николя Радамакина, заслуженная мастер спорта по легкой атлетике. Мы прощаемся с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин